В мире есть 7 главных профессий. Это рабочий и крестьянин. Если есть квалифицированные рабочие и трудолюбивые крестьяне, то страна всегда будет и с хорошим производством, и с хлебом. Учитель и врач. Если есть толковые учителя и врачи, страна будет здоровой и грамотной. Инженеры, ученые и военные. Они продвигают технику вперед, делают новые открытия и защищают державу. Вот эти 7 главных профессий определяют судьбу любого народа и любой страны. У нас за последние так называемые годы реформ, за 25 лет убили 80 тысяч предприятий. Погибли целые отрасли. В Москве было более полутора десятков станкостроительных заводов. Без станкостроения, электроники, приборостроения, радиотехники и роботехники вперед двигаться невозможно. Вот это одно из предприятий, где коллектив, руководители, Сергей Сергеевич, уберегли, сохранили. Это предприятие в виде живое и работающее. Оно было первым инструментальным предприятием в советской стране. Большая группа рабочих инженеров, которые после революции 1905 года вынуждены были эмигрировать, вернулась и создала это уникальное предприятие. Это предприятие было флагманом в стране, делало образцы инструментов, рассылало по разным производствам и они двигали промышленность в целом в советской стране. Хочу вам напомнить, что советская страна за 10 лет построила 9 тысяч предприятий, создала целые уникальные отрасли. Особое внимание уделялось станкостроению и инструментальной промышленности. Это основа развития любого производства. Вот надо поблагодарить рабочих, коллективов, инженеров, руководителей, которые посреди беспредела 90-х и нынешних кризисных не только сохранили, но и приумножили свои возможности. Заказы есть, выполняют достойно и досрочно. На качество никто не жалуется. Поэтому давайте вместе поблагодарим этот коллектив и пожелаем ему успехов. Но, к сожалению, если посмотреть промышленную политику нынешнего правительства, оно не уделяет должного внимания ни работающим коллективам, ни крестьянам. Предприятия по-прежнему бедствуют, а крестьяне 41 миллион гектаров заросли бурьяном. Мы подготовили промышленную политику еще в свое время вместе с Примаковым и Маслюковым, когда они пришли после дефолта и оттягивали страну от края пропасти. Тогда была подготовлена программа и тогда мы ее начали реализовывать. Мы сейчас особое внимание уделили нашим народным предприятиям. В свое время, по моей инициативе, был принят закон о народных предприятиях. Сегодня они в различных областях промышленного и сельского хозяйства стали лучшими. Несмотря на кризис, удвоили объем производства. Там приличная зарплата, помню, сохранили социалку. И все делают для того, чтобы стать флагманами отечественного производства. Я надеюсь, что этот коллектив вместе с нами решит те задачи, которые сегодня стоят. Для нас развитие промышленности имеет принципиальное значение. Сегодня нас окружили натовскими базами. Сегодня начинают урожать, даже преследуют наших олимпийских спортсменов. Будем сильными, образованными, умными и промышленно развитыми. С нами будут считаться все в этом мире. Тогда не будем гадать по неделе, кто там будет в Америке президентом. Надо помнить, что кто бы в Америке не был президентом, вас будут уважать, если вы будете сильные и успешные. А в противном случае нас будут прижимать. Почему? Потому что от Черного моря и Балтики до Тихого океана у нас осталось всего 2% населения планеты. Если бы СССР сохранили, было бы 315 миллионов, как современные Америки. Сейчас у нас около 150 миллионов. И для нас развитие производства, освоение своих богатств и огромных пространств, кооперация с нашими друзьями и союзниками имеет принципиальное значение. Это способ выжить в этой истории. Мы умели делать все. Абсолютно все умели. Мы на 15 заводах авиационных изготавливали полторы тысячи летательных аппаратов. Сейчас никуда не приедете в аэродром, стоит вся иностранная техника. Хотя наш Ил-86 был лучшей гражданской машиной в мире. За 30 лет эта машина не убила ни одного пассажира. Путин летает на Ил-96. Можно было давно поставить на конвейер, обеспечить свои аэропорты, своих граждан прекрасной техникой. Но без инструментов, без станков вы не сделаете ничего. Поэтому давайте пожелаем коллективу успехов. Поблагодарим, что они трудятся достойно, честно. Вот это подлинно по духу и характеру народные предприятия. Здесь не забыли ни советскую эпоху, понимаешь, что такое современный рынок. И трудятся во благо своей семьи и нашей державы.